А что бы вы ответили, как бы вы возразили тем людям, которые обвиняют евреев в том, что они хотят захватить весь мир и управлять всем миром? Мы знаем, что это обвинение получило свое выражение, особенно в явной форме, в конце 19-го, в начале 20-го века, когда было издано так называемые протоколы сионских мудрецов, которые уже много раз были разоблачены нееврейскими источниками, как грубая фальсификация и измышление. В целом, такие заявления носят антисемитский характер, никто никогда у евреев любого направления не делал подобное заявление, и в наших книгах, скажем, в Талмуде, и, безусловно, ни у пророков, нигде о чем не говорится, мы ничего не хотим, наоборот, наша цель, наша задача религиозная, политическая – жить в стране Израиля. Нет никаких, наоборот, даже, когда, скажем, про царя Давида говорится, что он решил для того, чтобы усилить, как бы, безопасность государства, он пошел войной на Сирию. Мудрецы его осудили, они сказали, наша задача – концентрировать все наши интересы на территории страны Израиля. То есть, может быть, спор, где кончаются границы страны Израиля, на самом деле, это, как бы, незначительный спор, или же он кончается, скажем, на границе реки Литании в Ливане и в районе Бадель-Ариша или еще то, но это, как бы, не принципиально. Главное, это вот сама территория, как нам известно, в современных границах.